всем привет всем привет вы снова на нашем канале вы снова на нашем банке и сегодня у нас шашлычки из курицы и из вот этих штучек да мы купили сейчас артем покажет еще у нас такие куриные шашлычки мы купили вы покажи пачку ну вы наверно видели в голосовании вот мы хотим это попробовать написано что можно на свечке мы сейчас покушаем а потом будем пробовать этот маршмеллоу на свечке жарить его вот но сегодня у нас вот такие шашлычки даже которые вы тоже проголосовали картошечка картошечка здесь метана с сладким чили дай мне вилку так ну и здесь вот так нам надо с собой как-то это что-то делить просто не все влезло вот на эти шпажки есть и отдельные кусочки что у нас тут на баклажанчике насыпано это они замаринованные нет вот так можешь кушать смотри так вот держишь он здесь посидит тебя подождет это фильм гость да еще вкусно нет нет здесь маринованная курочка с ананасиком рецепт будет в описании мы с яной решили все-таки сделать это мы долго обсуждали это все ночью я до трех ночи не спал думал вот в общем мы сделаем с беконом запечем ананас в духовке тоже покажем вам насколько это вкусно просто поняли у нас гриль в духовке в принципе можно ее включить этот тенчик мне кажется он зажарится нормально все следующие макбанки у нас с грильем будут куры гриль еще курицу можно запечь вкусно вот уже вот кашлычки куры гриль мне вкусно и вот эти ананасики кубочки тоже попробовал но почему-то не все понимают сочетание ананаса с мясом тем более вот в пицце кто-то да вьется я допустим люблю давай скупиться мне кажется это интересное сочетание выполнется в караганде кафешка мы кстати по моему про нее уже говорили love story что она называлась у меня была такая кафешка но не такая дорогая и студенты могли себе ее позволить но не так типа зайти поесть в общем на свидание сети да можно было туда идти потому что и не дешево и недорого и для свидания и можно было наесться пиццей и вот там мне кажется какой-то первый такой даже в караганде было место пиццерию там всяко-всяко было и вот гавайская она была недорогая но этом первый раз попробовал вообще что пицца бывает без майонеза без докторской колбасы но домашняя и вот у меня гавайская пицца ассоциируется всегда с этим кафе картошка наша все я сама делала соус Сергей принимал участие в соусе написали что будем сидеть до мая до осени кто-то написал на наш прошлый вопрос будем только не сдавая вопрос полного там прожить проживаю а потом новый кусочек можно руками подрывать да сегодня в Игею хотела сесть на мое место мы короче сели но уже сидя поняли что это не вариант честно у нас городе полнейший движняк просто вы знаете есть один тип комментариев да да люди пишут что все не так нет ужасно когда вы говорите и едите с полным ртом или говорите и чавкайте ребят это мукбанк подразумевает что люди там будут кушать и говорить я то есть тут ну невозможно понимаете не кушать и не говорить если мы будем разделять типа поели потом поговорили тогда это будет часа два а это идет процесс вот то есть когда вы сидите кушаете например в кафе с кем-то и разговариваете то здесь то же самое между желанием и разговором вы говорите если вы заходите на такой канал вы должны быть к этому готовы если вам нравится смотреть именно еду то вам нужно идти в смр да вот мне в смр нравится когда они начинают тихо вот так все об этом говорить это из еды в порно переходит мне кажется я не могу просто смотреть это готовится очень просто это выглядит праздничный эффект нам для обычного ужина но готовится вообще давайте такой салатик сделать с ананасом с сосисками такой и салатик у меня уже не забито рот как обычно у нас в городе движняк вообще полнейшее да 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 как будто ничего не происходит не знаем к чему это правда приведет да говори гулять так гулять вирус так не прочел хотя я видел сегодня полицию с автоматчиками не знаю зачем они на красной площади стоят на красной в общем на площади мы приготовили свечка я маршмеллоу с картосом с этой дружкой но еще бывшие глухие у нас открылся в Караганде супермаркет вот такие мы такие мы таких вещей вообще в жизни только вот в кино видели вот тут у нас в супермаркете этот маршмеллоу появляется он такой дорогой мы его увидели в общем сложились там накопили сложились купили пришли домой и давай их на свечки жарить у нас ничего не получилось потому что он горел а я сейчас там инструкции не было не было на русском потому что это импортный был какой-то маршмеллоу а мне кажется он был старый потому что он был очень сухой ну у нас в те годы такого не было ну в общем пожарили ну мы и такое съели кстати про инструкцию вообще как его жарить правильно там нужно там ты только ананас что ли кушаешь давай курочку может тебе все снять сразу на берегу если папа спасибо пожалуйста он у нас вообще там нужно чтобы он не жарился потому что он сгорит а просто надувался от тепла тебе надо свечкой как бы над теплом держать ну жарить это как бы просто ну так условно говоря ему просто нужно тепло чтобы он ну как бы это как чакопай в микроволновке греть можно между двумя печеньками да его положить кто-нибудь пробовал чакопай в микроволновке греть мы его по-моему только так и кушаем сейчас потому что он такой тепленький и раздавается как гриб мы его кушаем раз в год подай палку палочку палочку вот так надо пекать ааа палочка так мне пожалуйста не нацветните глаз ааа ммм угу щас да о а чем мы будем нашим доедаем щас включим чай почему ааа включим свечи угу вот вообще перейдем к самому вкусненькому ааа у каждого свое Артем сейчас зажжет щас будем зажигать так я переживаю что кстати у нас здесь датчик дыма стоит на кухне если начнет пищать да дым вот этот нет в общем нужно просто нагревать от тепла да да осторожно огонь не забываешь здесь огонь прошел час да он должен просто раздуться у меня так близко не он сейчас горит просто держишь тепло могу я сейчас свечки еще разгорятся вот здесь прям рядом как я ставлю здесь тепло идет ну мы это ускорим для вас уже продлилось не прошел час в общем я решила в духовке они решили с отсечкой сейчас посмотрим что получится что-то получилось вот так вот поставь поближе и крути его как гриб дороже мне тоже внутри мягко так мой федевр из духовки если дальше я решил взять нормальные свечки не баловство вот это и все пошло у тебя вообще должен я все такое духовке у меня он получился тут запекся такой хвостящий оллигее пенка горим горим прилипло да прикольно и купили новую пазу кстати да в кино показывают намного больше дайте они там с размером у них не такие палочки не забывай ну и там палки дарим нужно вот это магия я думаю что загорелась это у меня загорелся да он быстро сгорает его не нужно ну я же тебе говорю об этом причите инструкцию пожалуйста а вот и я вернулась я не уходил ой ты это вообще улыбнулся блин я вот так вот тот раз исполнил второе нашмелу когда смотрел на яну когда я ела нашмелу и у меня загорелся у тебя там на губах все на свете у тебя висит там губы все по бокам аккуратно так давайте я почешу интересно занятие получилось это вам не чай с булочками по вечерам кушать а нашмелу мы вообще по-моему так никогда не делали у меня еще желание сделать фондю нормальный такой настоящий фондю фондюшница сурок помакать шоколад помакать алиса если ты меня смотришь мы с тобой реально не то делали тогда я только делаю просто из плотки льву мы его как колбаску пожарим алиса у тебя острая она перед глазами тишит это небезопасно на меня завораживает сам процессор крутишь над огнем мне кажется если мы еще три месяца в изоляции посидим то мы на костре точно так жарить будем на палках все и курицу и маршмеллоу на мамонтов скоро пойдем кстати екатерина иванова вам большой привет вы написали пасха ну что нужно говорить пасха но на праздник да кажется говорит пасха потому что я потом смотрела вот мы кстати нам говорят что вот это вот творожное это пасха а хлебное это кулич давайте поговорим давайте поговорим о салоне сейчас позже расскажу вот а получается что пасха это является пасхальный хлеб ну то есть то что на самом деле что мы пасху говорим что это пасха к это украинский вариант пасхального хлеба там говорят на кулич пасха вот ну то есть короче опять не поймешь как оливки маслины нет а вот да тоже написали что режет немного ухо то что мы говорим пасха да да так кто просил передать привет это заира сердерова здесь правильно прочитала вам большой привет я хочу заира 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 там дальше а просто скажи заира это вдруг я неправильно читаю заира я просто тебе передаю привет мама сказала заира просто скажи ты 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 нам просто напиши нормально заира нормально делаете угу beautiful это аниса да привет тебе передаем аниса я тебе передаю большой привет угу кстати она наша заступница в комментариях спасибо тебе что отбиваешься вместе с нами от хейтеров Виктория ну там у нас несколько человек которые даже бывает зайдешь да и уже уже что-нибудь написали в твою защиту Виктория Головизина Вика Вика Тебе Ясмина Хасанова передает тоже привет и она тебе привет Ясмина можешь передать Ясмина я тебе передаю большой привет у тебя тоже горячий кстати когда ты когда ты когда ты выставляла пони многие написали что у тебя красиво пони София Челнакова вам тоже большой привет все Сифти Кей тоже вам большой привет спасибо что побывали сегодня с нами на нашем пикничке ждем вас завтра на нашем мукбанке до новых встреч пока 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 и еще на сердечко всем пока пока до новых встреч